Это оригинал договора, подписанного Молотовым и Риббентропом. Совсем короткий документ, всего 7 пунктов, а сколько споров. Некоторые западные историки утверждают, будто с него и надо вести отсчет начала Второй мировой. Гитлер знал, что Советский Союз не будет противником. Именно этот пакт создал Вермахту предпосылки для начала войны. Российские историки напоминают своим иностранным коллегам, все началось гораздо раньше. Советский Союз, можно сказать, последним из государств подписал подобного рода соглашение с нацистской Германией. Те же поляки еще в 1934 году подписали договор о неопадении с Германией. В 1938 году такие договора подписали Франция и Великобритания. Еще в 1933, сразу после прихода Гитлера к власти, Советский Союз предложил создать в Европе систему коллективной безопасности. Западные демократии идею не поддержали, а едва начавшиеся переговоры были торпедированы Польшей. Но именно Польша и стала следующей жертвой. Премьер-министр Великобритании Невил Чемберлин и французский премьер Деладье оказались настолько близорукими, настолько неграмотными политически, что решили, что Гитлеру хватит нескольких пусков польской территории и на том остановится. Но Гитлеру нужна была вся Европа. Немцы торопились. Гитлер уже назначил дату наступления на Польшу и хотел взять Варшаву до начала осенней распутицы. Ему нужны были гарантии невмешательства третьих стран. И в то же время Берлин вел переговоры с Лондоном. Там готовились принять Германа Геринга, и если бы Москва не подписала пакт о ненападении, это, скорее всего, сделал бы Лондон. Будучи со всех сторон окруженным странами, уже договорившимся с Гитлером о ненападении, Советский Союз тоже пошел на сделку с дьяволом, лишь бы отсрочить войну. Москва все же до последнего пыталась вразумить Лондон и Париж. Последняя попытка переговоров провалилась. Оказалось, что британская и французская миссии, прибывшие в СССР в начале августа, не были уполномочены подписывать антигитлеровское соглашение. И это тоже подтолкнуло Кремль к подписанию соглашения с немцами. А вот довесок. Секретный протокол Молотова-Риббентропа, вызывающий у западных историков наибольшее возбуждение. Сталин и Гитлер расписали сферу интересов Германии и СССР. 17 сентября, когда польская армия была разгромлена фашистами, Красная армия двинулась на Запад. Я напомню вам, что части Красной армии вошли на территорию, которая до 21-го года была частью территории нашей страны и была отторгнута Польшей. Могла ли Москва не подписывать тот спорный пакт? Возможно. Но не он стал последней каплей. Если бы не заигрывание западных держав с Гитлером в середине 30-х, если бы Польша в 1939-м согласилась пропустить Красную армию на границу с Германией, не было бы никакого пакта Молотова-Риббентропа. Да, страна выиграла время почти два года до начала войны. Но ценой репутационных потерь, как объяснить такой поворот, и буржуазным правительством, и, самое главное, союзникам по Коминтерну, коммунистам Европы, Сталин еще в 1939-м писал, нам пришлось договариваться, цитата, с такими людоедами, как Гитлер и Риббентроп. Конец цитаты. Кстати, сэр Уинстон Черчилль, весьма нелестно отзывавшийся о подписании мирного договора между Москвой и Берлином, все же признавал, что на месте русских он сделал бы точно так же. Роман Соболь, Александр Аниськов, Станислав Уколев, телекомпания НТВ.